Дошкольного образования и ФОП тоже дошкольного образования. Сокращенно у нас РППС, да, и рассмотрим необходимые принципы, условия реализации именно и обогащения среды на современном этапе. Вообще рассмотрим, что себя включает образовательная среда. Это совокупность условий, которые целенаправленно создаются в целях обеспечения полноценного образования и развития детей. А вот конкретно предметно-пространственная среда, она же развивающая среда, да, она представлена именно частью образовательной среды. Потому что в целом сама образовательная среда, она включает не только те предметы, оборудование, материалы, а включает и участников образовательного процесса. Итак, значит, развивающая предметно-пространственная среда, это часть, еще раз повторюсь, образовательной среды, да, представленная специально организованным пространством и материалами, оборудованием, инвентарем для развития детей дошкольного возраста, в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охрану, укреплению их здоровья, учета особенностей и, конечно же, коррекции недостатков их развития, если таковые имеются. И вот необходимым условием успешной реализации программы дошкольного образования по ВГОС является создание именно образовательной среды, которая гарантирует охрану и укреплению физического и психического здоровья детей. То есть данные задачи, они у нас также определены в стандартах. Обеспечивает эмоциональное благополучие детей, способствует профессиональному росту, развитию педагогических работников, да, это немаловажно. Ну, условия создает именно для вариативного дошкольного образования, обеспечивает открытость дошкольного образования и также условия для родителей и законных представителей. Непосредственно тоже принимающих участие во всей работе, да, по развитию детей дошкольного возраста. Компоненты развивающей образовательной среды – это первый компонент, это взаимодействие участников педагогического процесса, то есть согласованная деятельность педагога, воспитанников и родителей или лиц, их заменяющих, по достижению совместного задач и результата. Второй компонент – это сама развивающая предметно-пространственная среда, то есть, опять же, это составная часть образовательной среды и представлена образовательным оборудованием, материалами, той же мебелью, инвентарем, играми и игрушками. И третий компонент – это содержание самого дошкольного образования, то есть, это система знаний, умений, навыков, мы говорим, теперь это у нас компетенции, да, это мировоззренческих, нравственно-эстетических идей, а также элементов социального, познавательного и творческого опыта, согласно тем образовательным областям, которые заявлены в стандарте дошкольного образования. Все компоненты РППС дошкольного учреждения взаимосвязаны и взаимообусловлены. В чем же возникло актуальность создания развивающей предметы пространственной среды, да, то есть нельзя сказать, что только с введением именно стандарта дошкольного образования, да, именно как бы актуально, создание среды было актуально всегда на каждом, скажем, этапе развития всей системы дошкольного образования, да, но непосредственно как раз с введением стандарта, да, это генерального документа дошкольного образования, можно так сказать, который и раскрывает требования и к структуре, к содержанию программы, к условиям реализации, одним из условий как раз является создание РППС, и к результатам программы, значит, по дошкольному образованию, да, и вот особое внимание выделено отдельным компонентом именно предмета пространственной среды. Спасибо большое, что меня слышно, надеюсь, как у меня видео тормозит, у вас, надеюсь, хорошо видно, да. Значит, по концепции Новоселовой, которая, скажем, работала в области дошкольной педагогики, скажем, в советское, да, в советское время, и у нее есть учебники именно по дошкольной педагогике, она выделила именно термин развивающая среда, это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально модернизирующая содержание развития его духовного и физического облика. То есть это тоже определение, которое было еще в 60-е, 70-е годы, да, и как бы в стандарте также определено, что основной целью создания такой развивающей среды, которая может обеспечить творческую деятельность каждого ребенка, позволяя ему реализовывать собственные возможности. И как бы это тоже идет совместно с понятием развивающая среда, да, отработанная Новоселовой, что РППС это тоже часть образовательной среды и представляющая специально организованным пространством, да, куда и групповые помещения, и специальные помещения, и спортивный, музыкальный зал, и та же прилегающая территория, находящаяся на небольшом удалении от дошкольного учреждения, от дичек, там, где бы мы могли реализовывать те же наблюдения, экскурсии, да, она должна соответствовать принципам развития здорового ребенка, особенно, да, находиться где-то внутри квартала, подальше от магистрали и, скажем, от того, чтобы нежелательно, да, видеть для детей, которые гуляют и наблюдают за тем, что происходит, можно так сказать, за забором, да. И в стандарте дошкольного учреждения выделены требования именно к развивающей предметно-пространственной среде. Что же эти требования, как бы, обстоятельства? Определяю, да, это максимальная реализация образовательного потенциала, группа, а также территории, да, прилегающие на небольшом удалении от самого учреждения. Это материалы, оборудование, инвентаря для развития детей дошкольного возраста и в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охрана и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекций, значит, недостатков их развития, возможности общения и совместной деятельности детей, в том числе детей разного возраста и взрослых, да, сотрудничества детей старшего возраста дошкольного с младшими, а также возможности именно для уединения, то есть у нас есть такие зоны, да, вот последствиями эти зоны дальше рассмотрим, для чего они нужны и что, как бы, может там находиться, да. Реализацию различных образовательных программ, то есть у нас реализуются как бы различные программы, да, которые соответствуют стандарту дошкольного образования, в том числе это вариативные, парциальные программы, возможность реализации и региональных программ, которые соответствуют нашему, нашей федеральной образовательной программе. Значит, здесь идет, если есть инклюзивное образование, то есть создание необходимых условий, вот региональные программы, которые учитывают национально-культурные климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ну и учет возрастных особенностей детей, да, непосредственно у нас, скажем, такой критерий деления на группы есть, но в то же время младший дошкольный возраст, старший дошкольный возраст, либо, значит, ранний возраст, да, дети от года до трех лет. Такие дети у нас посещают дошкольные учреждения, начинаем даже, может, с полутора и раньше, и, соответственно, тоже развивающая среда должна соответствовать их возрасту, их возможностям, да, их особенностям, ну, все, что им необходимо, да. И вот какой же должна быть развивающая предметно-пространственная среда, согласно именно федеральному государственному образовательному стандарту. Конечно же, содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Это вот мы, как бы, кратко определили те требования, да, и, как бы, далее мы более подробно их рассмотрим, значит, что включает себя, да. Значит, какой должна быть, мы определили, и чему должна соответствовать именно насыщенность, да, вот эта вот содержательная, насыщенная она должна быть. Прежде всего, возрастным возможностям детей и содержанию программы. Вот о том, как на каждом возрастном этапе согласно конкретно зонам, да, по образовательным областям, если, как бы, вам необходимо, потому что, например, вопрос, да, у нас, что должно быть в каждой зоне, достаточно ли этого материала или недостаточно, то есть многие там педагоги, старший воспитатель будут задаваться этим вопросом, да, чем же ее обогатить, так, чтобы развивающая предметная среда работала именно на детей, на педагога, да, и благодаря чему было активное взаимодействие, да, сложно, да, вот педагог молодой приходит в группу, что ему делать, да, как обогатить, кто-то уходит, забирает с собой, да, весь багаж знаний или донести до родителей, да, например, чем можно обогатить, что вы можете принести, чтобы мы тут совместно рассмотрели, да, те же книги, да, обновление книжного уголка, то есть это много, об этом можно говорить, но конкретика по образовательным областям и какие зоны, она, конечно, есть, имеется, можно найти, часто при поиске, скажем, фотографий, да, как, какая возможность есть оснащение различных уголков, здесь, конечно, по-разному, ну, основная масса уголок безопасности, да, там, значит, дидактические пособия, материалы, инвентарь для игр, для, значит, проведения занятий по безопасности на дороге, значит, там номера, да, куда обращаться, когда случаются экстренные ситуации, да, и, ну, посчитается, что этого достаточно бывает, да, значит, это мы отметили, чему должна соответствовать, да, прежде всего, конечно, возрастным возможностям, да, если ребенок в два года, да, и мы даем простые правила той же безопасности, да, то в старшем дошкольном возрасте они, конечно, должны быть конкретизированы. Чем должно быть оснащено образовательное пространство? Прежде всего, средственное обучение и воспитание, в том числе и техническими, соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, потому что оздоровительные технологии, они входят теперь, то есть не просто спортивные, а именно, значит, оборудование, что у нас на современном этапе более широко используется, раньше, там, кегли, кубики, да, в той же групповой комнате, возможности, да, для него, то теперь оснащаются новыми материалами, там, различными, там, скакалками, скажем, да, те же, там, ходунки более новые, фитболом, мячами, детский тренажер, да, как бы есть возможность, если два-три тренажера, и дети, типа, очередно, там, захотели, позанимались, да, как бы они видят, все равно они захотят на этот велотренажер, как бы, сесть, позаниматься, да, какое-то движение, двигательную активность. Все, соответственно, со специфики программ, особенно, если мы реализуем программу физкультурно-оздоровительной направленности, да, то на это, скажем, более углубленно обращается внимание. И, скажем, в силу того, что дети больше, там, сидят, да, там, меньше двигаются, вот эта же зона физкультурно-оздоровительной направленности, она должна быть, на мой взгляд, на современном этапе более насыщенной, да. Так, что должны, что должны обеспечивать организация образовательного пространства и разнообразие материала? Как, значит, здание, да, так, всем не слышно, да? Хорошо, вы посоветовали, значит, оборудование и инвентаря в здании и на участке. Так, обновились, да, если что, презентация, как бы, доступна для скачивания, если будут какие-то проблемы, то можно, соответственно, ее скачать, посмотреть, да. Требования к РППС в соответствии с стандартом, мы это дальше продолжаем рассматривать, да. Значит, что должны обеспечивать? Вот именно игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. Значит, вот исследовательскую, познавательную нам зона экспериментирования, да, позволяет реализовывать с доступными детям материалами, в том числе песком и водой. Почему именно в стандарте, как бы, это выделяется, да? Не всегда дети имеют возможность, там, в связи с какими-то климатическими условиями, да, на улице тоже песочнице поиграть, значит, воду мы не даем или там дома, да, все это, как бы, дети запачкаются тут и так далее, да, все это нужно убирать, прольют, подскользнутся и так далее. Конечно, это проблема, да, безопасность. Но возможность, скажем, игры с песком, особенно больше индивидуально, да, для распрощения есть у нас специальные, как бы, локочки, где такой мелкий песок и играть с ним, да, для того, чтобы вот что-то рисование, да, значит, песочная терапия сейчас широко используется. Ну и, конечно, давать возможность, когда дети любят играть с водой, да, значит, там, подгруппы организовывают мытье игрушек, почему-то сейчас это труд. Вот в ясельной группе, хорошо, я попозже отвечу вам на вопросы, ладно? Значит, участие в подвижных играх и соревнованиях. И сразу скажу, чем младше дети, тем больше возможностей для двигательной активности должно быть в групповой комнате, для того, чтобы они реализовали свою двигательную активность, потому что это, естественно, потребность детского организма. Вот именно возможность самовыражения детей. И, естественно, если мы им запрещаем, ой, не бегай, ты уронишь, там вы ударитесь и так далее, упадете. Естественно, здесь не будет никакого эмоционального благополучия, а должно быть обустройство так, да, соответственно, чтобы оно было обеспечено. Ну и для младшего возраста необходимы достаточно возможности для движения. Сказала, да, и игровой деятельности. Почему? Потому что так называемая предметная деятельность, да, как раз она идет у детей раннего возраста, в младшем дошкольном возрасте. То есть в младшей группе еще как бы об игровой деятельности, здесь только мы их учим играть, поэтому экспериментирование с различными предметами. Нельзя сказать, что когда их много игрушек, дети не играют, да, если у нас там дома много игрушек, он не играет, с чем там они у вас будут играть, да, или ребенок принес игрушку из дома, да, вот я знаю, что многие дошкольные учреждения, они как бы не разрешают, где-то это правильно, почему? Потому что он принес, она дорогая, он бережет, другие дети захотели играть, хотя, скажем, она такая, ну, та же, скажем, машинка, да, на пульте управления, да, ее легко сломать, да, значит, ну, какое развитие, да, там по направлениям пространственное, да, и все, а если бы был тот же конструктор, как бы эту машинку можно собрать, разобрать, там какие-то детали, значит, к ней прикрепить, она будет больше развивающей, поэтому вот говоря о возможности игрового материала, и она более трансформируемая, этот вот игровой материал должен быть, вот как раз о трансформируемости пространства, да, то есть возможности изменения предмета пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе и меняющихся интересов и возможностей детей, то есть если больше детей обращает внимание там, то есть им нравится больше конструировать, да, значит, мы пытаемся обогатить зону конструирования различными видами. Тот же конструктор, где нужно было, да, значит, прикручивать, там, отвертка работы, если интерес есть, а этот интерес может и педагог, да, и, как бы, эти же навыки пригодятся ведь не только мальчикам, мы знаем, что у нас и интерес к техническому творчеству, и у девочек есть, потому что тоже лего конструирование, да, то, значит, та же робототехника, если они в старшем дошкольном возрасте начнут осваивать эти навыки, крепления, детали, они им эти пригодятся, это все им пригодятся. И, например, организация сюжетно-ролевые игры, да, нам нужно больше пространства для того, чтобы построить там, путешествия они отправляются, да, тот же корабль и так далее. Почему дети любят дома там домики, шалашки, потому что вот эти вот, как бы, помещения, они строят для себя, они, как маленькие архитекторы, пытаются придумать пространство с самим его обогателем. Если нет достаточного материала, они используют предметы заместителей. Ведь психологи говорят, чем больше дети используют предметы заместителей, тем лучше у них развито мышление, творческое мышление, воображение. Почему? Потому что они тот же брусок, да, определенный, они как телефон, как хлеб могут использовать. То есть войти в воображаемую ситуацию и ее обыграть и развивать игровую ситуацию не только одним действием, да, пришли в магазин, вот вам денежка, да, купили и ушли, а если там готовы, то ничего интересного, да, а то, что когда они сами напишут, да, значит, денежку, теперь обучая финансовой грамотности, мы говорим о картах, да, что они вот расплатились и так далее. Потому что та же зона финансовой грамотности, да, и экономического воспитания, мы говорим специально, занятия как таковых не проводятся, а через игры обучающие, через показ, ну, тех же творческих, да, значит, уроки тетушки, писовые, да, мультфильмы по финансовой грамотности очень много, и, соответственно, они как-то это потом могут обыграть, то есть не специально занять. И вот многие тоже рекомендации, что согласно стандарту и федеральной программе деятельность детей именно, ну, скажем, занятиями, она перенасыщена, да, и вот на игровую деятельность вторая половина дня, и то, если там реализуется кружковая работа, то недостаточно, да, как бы бывает. Это сложность здесь. Поэтому вот возможность изменения в зависимости от образовательной ситуации, когда педагогу не лень все это, значит, там, раскидать, поменять местами, да, как бы сделать перестановку, и детям интересно, и в этом могут помочь дети для того, чтобы им было комфортно, да, им было удобно обыгрывать, играть, значит, уют создавать, да. Что предполагает полифункциональность материала? Это возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды и детской мебели, и модулей, да, это хорошо, когда есть возможность в группе иметь модули, да, значит, крупные модули, они вот ими называются даже фантазер, да, как для двигательной активности дети могут строить, и для сюжетных ролевых игр из этих модулей строят для себя такие вот дома, да, там, обустраивают уже парикмахерскую, да, для девочки, гараж, мальчики. А для того, чтобы дети играли в такие, скажем, игры, которые на современном этапе может быть и неинтересны, нужно обучать, да, тоже особенно сюжетно-ролевой игры, потому что это высшая ступень игровой деятельности. Спасибо за вопрос, да, мы в конце как бы подумаем, да, что можно сюда будет включать. Итак, значит, наличие полифункциональных, то есть не обладающих жестко закрепленным способом употребления предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности. Вот и особенно предметы-заместители, о чем, значит, мы с вами и обсудили. Значит, вариативность, да, что такое вариативность? Это наличие различных пространств, как для игры, так и для конструирования, уединения. Особенно очень важно, да, потому что дети разные, с различными типологическими особенностями, темпераментом, многие любят уединяться. Это не говорит о том, что эти дети замкнутые, они, по сути, могут быть интроверты, да, но даже, так скажем, активные дети, они могут уставать, да, и, ну, сегодня нет настроения, и, соответственно, вот хотят уединиться. Любят там скрыться вот в этом уголке, да, что-то обсуждать, что-то могут в книжке смотреть. Почему? Потому что здесь особенности, ну, и поведения в семье, да, то есть если кто-то из родителей читать, то тоже может хочется почитать, и вместе сидят, значит, там, укрывшись на диване, да, при этом это вот создание уюта. Я думаю, что как бы не нужно там вот выгонять детей оттуда, да, чем ты там занимаешься, идем вместе с нами играть, да, то есть это уже будет как бы неэмоциональное благополучие, да. Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательную фактически. Естественно, вот тот перечень материалов, который должен быть необходим в каждой зоне, он, его много, да, его не уместить, да, скажем, в групповой комнате. Поэтому мы часть убираем, часть обратно, также и дома рекомендуется, да, для того, чтобы не закупать, да, а для того, чтобы вновь, ну, что забыли, с чем играли, да, привлечь внимание к тем же играм, да, настольным печатам, у которых людей, на мой взгляд, падает. Интерес в силу того, что они лежат, они лежат, да, педагог силы поиграть. Ей стало интересно, она привлекает внимание к этой игре, и это хорошо. То есть вот именно исследовательский актив. А как можно еще, то есть придумайте способы игры, да, и педагог здесь подсказывает, то есть направляет детей, используя именно проблемные методы, да, проблемный метод, исследовательский метод. Доступность среды, что она предполагает? Естественно, здесь доступность, мы говорим, для детей с ОВЗ, да, то всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность. Свободный доступ к игрушкам, к играм, материалам и пособиям, которые обеспечивают все основные виды детской деятельности. И активность, и исправность, и сохранность материалов обязательно, да. Значит, вот мы, значит, говорим об исправности. Да, бывает там какой-то механизм, он сломался, значит, даже через консультацию для родителей и понимание при, скажем, приобретении того или иного материала. Естественно, мы говорим о сертифицированных, да, пособиях, особенно на улице. Это вообще как бы невозможно, да, там, если не новый детский сад, да, чем оснастить, и это оборудование будет дороговато, да, как бы можно минимум тех материалов, да, которые нам необходимы, согласно посмотреть, да, их сохранность, пусть они будут не новые, но в то же время, значит, методику работы с данными, с данным материалом для детей донести. Вот о чем я хотела сказать. Безопасность, да, естественно, это, значит, предполагает, значит, безопасность, да, предмета пространства среды, это соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Как бы и предполагать, что для детей дошкольного возраста оно, как бы, и будет таковым, но, опять же, мы говорим о производстве игрушек, игрового материала, не рекомендовано, например, использовать, да, есть, и, или рекомендовано для определенного возраста, да, ну, часто сказано, китайское производство, да, оно уже не знает, там, зачем им везде пишется, 0 от 0 до 3 нельзя, все остальное, значит, можно, 3 годика наступило, все можно, да, и мы говорим, значит, опять же, мелкие предметы, да, работаем, играем за столом, да, и если сильно пахнущие, да, вот яркие, конечно, привлекательно, даже не пахнущие, да, вот именно такой химическим составом, естественно, мы уже должны уберечь детей под возможности проявления аллергии, значит, вот этот запах, да, он может негативно сказаться на здоровье, да, то есть об этом, я думаю, что и говорить не стоит, это соответствует, и особенно если дети принесли, да, эту игрушку, и понимание донести до родителей, что, ну, нельзя, скажем, да, такое, потому что, то есть обратить внимание, да, на что, да, они дешевле, их можно больше приобрести, таких игрушек, но лечить сложнее, значит, детей, да, еще на что хотела обратить внимание, вот у нас есть программа, да, и обзор этой программы, работающей по системе Марии Монте-Сори, да, программы, где именно обучение детей построено на образовательной среде, то есть педагог просто оказывает помощь в работе с каким-то материалом, да, он материал интересный, он сам как бы способствует тому, чтобы активизировать ребенка, да, но мы знаем, что когда дети могут посмотреть, там, какую-то игру, легкую игру, натыкать в кнопки, да, значит, там, на телефоне поиграть, такие материалы тоже перестали привлекать детей, поэтому, да, материалы хорошо, но когда педагог сам активно не вовлекается, да, в игровую деятельность, не презентует его, да, ту же игрушку, например, как мы можем играть, а вот так, а я думаю, что вот еще можно так использовать, да, значит, скажем, в какой ситуации, на каких, в какой образовательной деятельности, да, то есть формы, методы работы, приемы работы, все это, конечно, должно исходить именно от педагога, и программы, да, то есть средства обучения необходимые для реализации, это и технические расходные, игровые, спортивные, все это оборудование необходимо, конечно, то, что рекомендовано постдошкольного образования и той программой, которую реализует дошкольное учреждение. Вот рассмотрим основные принципы, да, построения ВПРС. Здесь их много, и мы, скажем, сейчас более подробно, как бы, каждый принцип рассмотрим. Вот первый принцип. Дистанции позиций при взаимодействии. Мы понимаем, да, что этот принцип ориентирован на организацию пространства для общения взрослого с ребенком. Вот интересно, что такое общение, да, должно идти, то есть это доверительные беседы на основе пространственного принципа глаза в глаза. То есть педагог не стоит над ребенком, он приседает, да, и, соответственно, общение происходит на таком уровне. И такую возможность дает соответствующая организация обстановки в группе, которая позволяет сблизить, уравнять пространственные позиции ребенка и взрослого. То есть реализация того же демократического стиля, да, общения. Никогда педагог, у него есть стол, да, как учитель. Стол, учительский стол. И мы знаем, что тоже там стол воспитателя. И сидя за столом, да, там воспитатель сидит здесь. Конечно, где-то применение такого, скажем, стиля, да, немножко такого, может, диктаторского, да, головы вылетела, как это стиль называется, то есть не либерально-попустительского, а именно дисциплинарная такая модель, да, когда все дети сидят, по швам, ответили, подняли, да, то есть как в школе учебная модель. А здесь идет общение наравне, и мы учитываем желания детей, да, рассматриваем их вопросы, их, скажем, потребности в том, что им необходимо. То есть именно личностно ориентированный подход, который заложен не только в стандарте, но и в концепте, да, школьного образования. Значит, следующий принцип активности. Предоставляет возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды, которая может меняться и легко трансформироваться. В групповых комнатах можно оборудовать центры песка и воды, да, не боясь, что это все по всей групповой комнате, да. Это мастерские, использовать ширмы. Для организации совместной деятельности обязательно в оборудовании является материал, активизирующий познавательную деятельность. Это игры, это технические устройства, игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы, и вот для экспериментирования, это лупы, увеличительные стекла, да, различные весы, мензурки и прочее. То есть большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования. Интересно, когда дети составляют коллекцию, приносят из дома, рассказывают, да, пусть это даже коллекция разнообразных растений, те же гербарии, да, то есть каких-то материалов, потому что они ведь и должны коллекционировать, располагать их по определенной системе, да, и знать там отличия и так далее. Очень было, скажем, когда мы вот копили марки раньше, да, дети собирали марки, там, разводили аквариумных рыб, да, то есть у них была ответственность за что-то, они следили за этим, и я думаю, вот это чувство ответственности, да, осознанности, понимания, оно должно сохраняться у детей и сейчас, да, то есть чтобы они были более самостоятельны, и дать возможность самим реализовывать, да, то, что им хочется. То есть именно проявлять активность, а не все делать за детей, да, что как бы взрослыми в силу, скажем, такой излишней активности нашей жизни, да, это происходит. Принцип стабильности, динамичности ориентирован на создание условий для изменения в соответствии со вкусом, настроением и возможностями детей. Игровые комнаты для детей каждой возрастной группы – это зона стабильности. Что присутствует? Это, конечно, мебель, да, сборно-разборная, и игрушечная мебель, и емкости для хранения игрушек, сами игрушки, вот подиумы для отдыха, мягкие, плоскости, то есть это те же модули, да, и желательно, чтобы все игровые блоки имели выход в универсальную игровую зону, то есть кто-то переставляя, двигая, да, не мешая другим. Это помещение с высокой степенью трансформируемости пространства, с большим разнообразием предметного наполнения, а также тематических зон, да, использование игрового спортивного оборудования, игровых столов, сложные конфигурации, благо теперь производство это делает, и удобно для того, чтобы дети, можно сказать, за круглым столом, да, сидели, либо как, значит, парты были расположены, либо в шахматном порядке, да, либо встали, сели, значит, на такие модули мягкие, да, на коврик для того, чтобы сначала, ну, побеседовать, да, то есть создать такую раскрепощенную обстановку. Это и мебель-трансформер, различные вертикальные разделители, ну, и зона театрализации, где вот и кукольная, и костюмерная, все должно как бы присутствовать, да. Вот мы говорили о зонировании, да, и следующий принцип, это принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализует возможность построения непересекающейся сферы активности и позволяет детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Игровые тематические зоны или центры, то есть сектора мы их называем, для общения, для сюжетно-ролевых игр, для строительно-конструктивных игр, это вот зона театрализации, художественной деятельности, развития речи, грамотности, куда же входит, да, и театральная зона экспериментирования, ну, и спортивный, да. Уголок позволяет детям объединиться по интересам, ну, обязательно, вместо уединения, отдыха. И важно иметь большое количество подручных материалов, да, которые творчески используют для решения различных игровых проблем. В старшем дошкольном возрасте идет усложнение, да, то, что, то есть появляются материалы, которые способствуют овладению чтением, математика, то есть это какие-то печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, потому что дети уже научаются, да, читать и считать пособия с цифрами, настольно-печатные игры, тоже именно, как бы, работающие и на мышление, и на мыслительные операции, отражающие особенно школьную тему, и, то есть, обеспечивающие, как бы, подготовку детей в школе, да, чтобы не просто была такая формальная готовность, новая форма, портфель и так далее, школьной принадлежности, а именно понимание того, для чего необходимо переходить, да, на следующий этап. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов, здесь важна эстетическая организация среды. И то, что, как бы, большую часть информации мы получаем через зрительный анализатор, поэтому, конечно, визуальному оформлению предметной среды необходимо уделять внимание. С чем это связано, как бы, мы понимаем, да, как, заходя в группу, приятное впечатление, уют, комфорт, ну, и для детей яркость, да, но не переизбыток, потому что мы знаем переизбыток ярких вещей, поэтому мебель более, скажем, спокойных тонов, да, а за счет именно игрушек, игрового материала, возможность внесения ярких крас. Следующий принцип, который необходимо учитывать, это, конечно же, гендария, да, которые реализуют возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе нормами. Необходимые материалы учитывают интересы детей, да, как в труде, так и в игре. Понятно, что мальчикам больше нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с рук отделением, но, на мой взгляд, в меньшей степени это используется, потому что, как бы, раньше мы привыкли, все и дома делаем, да, там папа что-то делает, ребенок смотрит, помогает, при этом, скажем, строго учись, там тебе это все пригодится, да, а сейчас, если мы знаем, что можно позвать мастера и так далее, нежели самому этому учиться, как бы, и родители не обращают на это внимание, ну, и для девочек, да, вот для того, чтобы они что-то сплели, научились, да, ну, на это нужно, конечно, как бы, подталкивать, да. Следующий принцип этапности и учета возрастных особенностей. Мы говорили, что это, как бы, наиболее важный принцип, да, спасибо, вот где вопросы, да, вот давайте, где у нас есть раздел вопросов, туда свои вопросы включайте, то есть отражает те образовательные задачи, которые поэтапно усложняются с его психологическим возрастом и ориентируются на зону ближайшего развития, да, согласно объяснению Челуботского, то, что ребенок сегодня делает вместе с педагогом, завтра, соответственно, он может делать это самостоятельно, говоря так своими руками, своими словами, извините. Для правильной организации самостоятельной деятельности необходимо создать развивающую предметную среду, которая и предполагает наличие вот всего перечисленного, да, мы говорим теперь и фонотека, видеотека она и была, и уголок экспериментирования, да, и атрибутики для творческой деятельности, если у нас есть зона художественной самостоятельной деятельности, мы говорим о полочке, где есть, значит, альбомы с репродукциями картин, какие-то подделки, значит, хорошие рисунки для того, чтобы ребенок сел и захотел, да, повторить. Ну и влияет, конечно, то разнообразие, значит, организованно-образовательной деятельности по художественному и эстетическому воспитанию, которое помогает детям именно в самостоятельной деятельности больше узнать, да, то есть мы рассказали, например, о определенных картинах, да, рассматривая их перед зарисовкой, да, или там перед лепкой что-то, там какие-то скульптурные сооружения, то самостоятельно ребенок хочет то, что ему понравилось, заинтересовалось, продолжить. Следующий принцип информативности. Немаловажный принцип, потому что предусматривает разнообразие тематики материалов и оборудования, а также активности воспитанника во взаимодействии с предметным окружением. Принцип вариативности определяется видом дошкольного образования, содержания, воспитания культурными и художественными традициями и, значит, климато-географическими особенностями. То есть мы начинаем с близкого, понятного, да, на простом языке с тех же знакомствами с животными, растениями, которые окружают, и потом, соответственно, уже чем старше дети, тем больше они знают уже о местном флоре и фауне, рассказываем о том, о тех животных, о растениях, которые на других широтах, да, скажем так, используются. Принцип полифункциональности предусматривает обеспечение всех составляющих, да, и, то есть те же вот, все, что находится в одной зоне, мы можем использовать для игры, да, и, значит, для занятий, для обучения грамоте, зона театрализации, рассказ по ролям, значит, чтение художественных произведений и обыгрывание, скажем так. Так я немножко потороплюсь, потому что презентация еще есть. Принцип педагогической целесообразности позволяет предусмотреть необходимость достаточного наполнения, да, среды, ну и для индивидуальной комфортности. Это мы, как бы, немножко тоже уже повторяемся, потому что это все взаимосвязано. Значит, принцип трансформируемости, опять обеспечивать возможность изменения, да, среды по ситуации. И вот как раз в свете требований в гос. дошкольного образования примерные центры по образовательным областям. Здесь вот как раз хотела вам сказать, что вот мы видим, что эти центры, да, не все эти центры могут быть в каждой возрастной группе. Почему? Потому что излишняя наполняемость, да, содержательная тоже сложно. Там в младшем дошкольном возрасте, либо в старшем дошкольном возрасте, да. Поэтому вот по зонам, да, если мы берем социально-коммуникативный, здесь у нас центр правил дорожного движения, пожарной безопасности, центр труда, уголок дежурств, он как бы в младшей группе его не будет. Центр игровой активности, познавательный уголок природы, сенсорного развития, конструктивного, математического экспериментирования в речевом. Ну, это речевого развития, это книжный уголок, логопедический, да, значит, художественно-эстетическое, это ИЗО, значит, музыкально-театрализованный. Вот, видимо, здесь как бы объединяется. Значит, для театрализации, значит, здесь же книги, и для, значит, музыкальной, да, музыкальной инструмента, да, ну, и Центр физического здоровья. Так, и вот хотела узнать, нужно ли вам информация, например, вот Центр, значит, уголок природы, да, что он содержит именно, да, что должно включаться, например, по возрастным областям, потому что это очень объемный материал, и он у меня по возрастным группам расположен. Если вам нужно, вы напишите, я, соответственно, прикреплю эти файлы в конце нашего вебинара. И вот как раз мы здесь видим организацию предметно-развивающей среды, да, значит, в младшей группе и деятельности по ее освоению. То есть групповое помещение условно подразделяется на три зоны. Эти три зоны есть во всех возрастных группах. То есть спокойная зона. Сюда входит Центр познания, уголок уединения, Центр книги, Центр природы. Зона средней интенсивности – это Центр конструирования, Центр воды и песка, хорошо. Значит, это лаборатория, хотя, скажем, экспериментирование, оно тоже как бы с водой и песком, мы ведь тоже экспериментируем, да, со свойствами знакомиться. Центр и зоди деятельность, конечно, он необходим. Зона насыщенного движения – это двигательная активность, значит, музыку, да, Центр игры, ряжение, да, то есть Центр театрализации, мы говорим так, ряжение, тоже они как бы совместно могут объединяться. И вот я беру, значит, для сравнения организацию в подготовительной группе, да, если спокойная зона уже – это умеренные активности, да, значит, здесь добавляется, помимо того, что было в младшей группе, да, Центр патриотического воспитания, домашняя зона, Центр занимательной математики. В зоне средней интенсивности или активности здесь мы видим, что Центр безопасности добавляется, да, и социально-эмоционального развития. Ну и Зона повышенной активности – это Центр дежурства, ну, остальное, соответственно, это все остается. Значит, подготовительный, да? Особенности организации развивающей предметной среды по федеральной образовательной программе. Какие же здесь изменения? Конечно, она не выдвигает жестких требований к организации среды и оставляет за именно учреждением право самостоятельного проектирования, да, в соответствии со стандартом. Возможны разные варианты создания при условии учета целей и принципов программы. Возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной программы. Опять же, мы говорили, учитывается та программа, которая используется, да, чтобы не было противовеса стандартам, потому что любая программа, которую мы используем, она рекомендована. Ну и, соответственно, РППС создается как единое пространство, все компоненты которого как в помещении, так и вне его согласуются между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Поэтому при проектировании среды по ФОП также необходимо учитывать, как и заявлено в стандарте, это местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические, природно-климатические условия, в которых находится само дошкольное учреждение, возраст, уровень развития детей, особенности их деятельности, ну и содержание образования, задачи образовательной программы для разных возрастных групп, возможности и потребности участников образовательной деятельности, в том числе детей и их семей, педагогов и других сотрудников, а также участников сетевого взаимодействия, ну и с учетом возможности реализации образовательной программы в различных организационных моделях и формах РППС должна соответствовать, прежде всего это требования стандарта, образовательной программе дошкольной организации и вариативным, и перциальным, и дополнительным программам, также материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в дом, возрастным особенностям и воспитывающим характер обучения детей, то есть требованием безопасности и надежности, что немаловажно. И также в дошкольное учреждение должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. Это как бы более современные требования, поэтому желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях имелось оборудование для использования ЭКТ. То есть, нельзя сказать, я уже заставляю, да, и это давно было курсы ЭКТ для всех педагогов, непосредственно, при наличии условий и возможности подключения всех групповых, а также иных помещений в сети интернет, да, с учетом регламентов, да, по времени безопасного использования. И если какие-то компьютерные игры, интерактивные игры используются, то сертифицирование, да, то есть прошедшие психолого-педагогические экспертизы. Или же использование для того, чтобы посмотреть какой-то документальный фильм, или же, а вот мне нравится интерактивно посетить определенный музей, то есть обычно музеи, они более обширны, поэтому какую-то область, да, значит, картины определенного художника, или зал для того, чтобы вот в дальнейшем обогатить знания детей, да, о художниках, о картинах, или исторический музей, да, или какие-то архитектурные сооружения. Это интересно, когда сразу имеется выход в интернет, или же я же вот говорила, мультфильм, да, уроки тетушки Савы по финансовой грамотности, да, для игры в магазин это нам необходимо, мы используем, для игры, значит, семейные, да, там, эти навыки так или иначе нужны, поэтому возможность вот использовать, и они рекомендованы, именно идут как уроки, да, по обучению, возможность их использования. Ну, и телевизор для того, чтобы, как бы, дети посмотрели, да, вот такие моменты. Также могут быть использованы элементы цифровой образовательной среды, цифровая педагогика на сегодняшний день тоже активна, и использование различных программ, особенно по обучению грамоти, или же для просмотра, значит, театральной, да, какой-то постановки, для того, чтобы дети затем повторили, да, это же будет намного интереснее. Интерактивные площадки, как пространство сотрудничества и творческой самореализации ребенка и взрослого, создание, значит, когда есть мультисудия, создание мультфильмов, технические игрушки и для того, чтобы вот собрана робототехника, да, когда используется непосредственно их реализация и возможности через обучающие программы освоить. Благо, есть это программы, рекомендованные, стандартизированные и сертифицированные. Для детей с ОВС должна иметь специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься с разными видами деятельности, общаться, играть со сверстниками и, ну, соответственно, в помещениях до должно быть достаточно места, да, специального оборудования. Это немаловажно. Почему? Потому что у нас идет интузивное образование, да, и дети совместно с другими должны иметь возможность для общения, для реализации, для обучения. Так, вот рекомендованная литература, где отмечаются укильянные принципы построения. Значит, вот Морецкая, как предметно-пространственная среда, как стимул интеллектуального, художественного и творческого развития. Унищева, и вот Нищева мы знаем, она именно по работе ЗИКНИС ОВЗ, да. Петровская построение развивающей среды, Уполяковая организация развивающей среды в разновозрастных группах и образовательная среда от моделирования, проектирования. Так, основной вебинар мы закончили. Значит, конкретно по вопросам, да, вы сюда написали вопросы, сейчас я нажимаю и попробую загрузить тоже файл. Так, предметно-пространство которого стимулировало развитие духовно-нравственных и интеллектуальных свойств личности. Значит, вот мы понимаем, что у нас идет как бы взаимосвязь духовно-нравственное, да, развитие интеллектуально немного в разрез, но в то же время может и идти совместно. Это, конечно, и чтение художественных произведений, говоря о духовно-нравственных, это просмотр, ну, каких-то коротких документальных фильмов или же тех же, значит, ну, чаще вот через именно чтение художественной литературы, потому что больше не просто прочитали, разобрали, да, рассказов, да, не сказок, именно больше и рассказов характеризуют поведение определенные, да, поступки либо проступки и анализ, да, и как бы вот рефлексив, да, пропускание через тебя, как бы ты поступил, да, значит, в том или ином случае, то есть это рассматривание педагогических ситуаций, которые происходят даже тоже в группе, да, обсуждения этих проблем, скажем, не осуждений, а больше обсуждения, да, и поиска, как бы решения данной проблемы. Ну, интеллектуально, конечно, здесь у нас мы говорим, хотя, как бы, это идет обучающее, да, больше развитие совместно-логического мышления через игры, через специальные программы, инженерное мышление, творческое мышление, через различные аспекты мыслительных операций. Для этого и создаются интерактивные программы, которые способствуют и помогают обогатить именно образовательную среду. Да, что значит, ясельная группа, да, это ранний возраст, зона экспериментирования. Вообще ребенок в этом возрасте, он экспериментирует со всеми предметами, потому что основная деятельность – это предметная, он изучает предметы, их свойства. Поэтому здесь больше пособий на сенсорное, да, гладко-шероховатые. Простые же вот у Марии Монтестори есть такие, как они называются, брусочки с различной поверхностью, по звучанию, да, для того, чтобы определили более гладкое, менее гладкое и так далее. цветовое решение, да, оттенков и так далее. Перебежала. Ну, я вот сейчас загружу. Так, еще у меня вопрос, да, появился. Сейчас я нажму. Ну, я не скажу, что выбор, да, духовно-нравственное входит как один из аспектов развития детей, поэтому сказать, скажу, вообще как бы не нравственно не воспитывать, оно и через трудовое воспитание, и сейчас это более актуализировано идет. И как бы необходимо, значит, развивать ребенка нравственно через, опять же, вот художественную литературу, через театрализацию, да, тех поступков и герой, да, тех или иных художественных произведений. И я думаю, что это перспективно, и особенно через трудовое воспитание на сегодняшний. Так, три вопроса, да, сейчас я посмотрю. Вот, нашла первый вопрос. Обязательно, потому что на самом деле, вот, когда многие родители, да что там у вас в детском саду есть, да, у него дома все есть, да, все игрушки, значит, что много он там узнает. Ведь больше посещение дошкольного учреждения у нас идет на то, чтобы ребенок развивался в социуме, умел общаться, умел разрешать конфликты, умел находить, значит, вступать в контакт, да, общаться с разными детьми, которые различаются по своему характеру и так далее. Вот именно, что комфортная среда, она позволяет, то есть, когда ребенок чувствует себя комфортно, даже если мы сами, они, мы, нам лучше работается, да, нам лучше что-то делается, скажем, приятно, а когда некомфортно, нам и делать ничего не охота, да. Да, то есть, как бы считается, у него все есть, да, у него там, как бы, телефон, он смотрит телевизор, да, играет в игры, но ведь важно общение, если не будет общения, особенно с родителями, то в детском саду переубедить и заставить ребенка, там, давайте мы, значит, вместе там будем тут же подвижную игру играть, да, это будет очень сложно. Поэтому отношение к родителям к детскому саду и особенно к авторитету педагога, да, если в глазах родителей его нет, то преподнести это для ребенка тоже бывает сложнее. Так, давайте я пока не забыла, значит, сейчас загружу, то есть, соответственно, это информация с интернета, да, значит, как, оснащение различных вот зон, да, по возрастным группам. Попробуем, смогу ли я, к сожалению, вот ранний возраст, он у меня был, но я взяла только по группам, да, то есть развивающие примерно пространственная среда, младшая, старшая, средняя подготовительная группа. Сейчас ждем, пока все загрузится. То есть есть прямо тут перечень по зонам, да, средней, малой, активной интенсивности и тот материал, который необходим, да, он может варвируется, он может вот... Самое сложное, конечно, организовать. И вот с введением стандарта у нас тоже дисциплина, то есть специальный спецкурс по организации, ну, называется, конструирование предметно-развивающей среды. Для того, чтобы понимали, как должно быть зонирование, и в лаборатории мы как раз позволяем обеспечить вот это зонирование и ее обогащение, трансформируемость, как она может использоваться и как вот вроде бы и не захламлять, да, групповую комнату, и в то же время, чтобы предметная среда работала на детей, да. Так, вот файл я загрузила, ну, давайте попробуем. Кратко что есть, посмотрю. Да, то есть, а зачем мягкие игрушки? Ведь есть игрушки, которые можно, как они, резиновые игрушки, да, либо, то есть, они должны соответствовать реальной расцветке, да, и форме, форме, там, тех же животных, потому что чаще мягкие игрушки, они там яркого цвета, которые не соответствуют. Лучше, на мой взгляд, демонстрационный материал через фотографии, да, ну, либо через слайды, где эти животные в естественных условиях, а то вот белка, она там оранжевая, да, и мы по игрушкам увидим, да, каких-то, а на самом деле, когда белку дети увидят, она не соответствует, да. Вот, видите, мы, вот здесь как раз мы, я открыла по средней группе, да, и групповое помещение, зоны и оснащение, то есть, все, что вот, геометрические, плоскостные, лото, домино и так далее, это вордовский документ, поэтому вы, может, при скачивании это можно увеличить, посмотреть, да, какие условия и содержание деятельности детей по данным предметам. Поэтому, конечно, мягкие игрушки, я вообще тоже, конечно, считаю пылесборником, особенно если их невозможно постирать, да, там, например, у ребенка бывает одна мягкая игрушка, да, с которой он любит там и спать и так далее, как бы снижает тревожность детей, она должна быть. Вот, и мы видим по определенным программам даже есть вот какие пособия, да, из серии, там, мир, картинка, инструменты домашнего мастера, для того, чтобы ребенок знал. Просто надо осуществить, то есть в общей доступности рассматривая, подходил, спрашивая. Вот тот же фанеллиграф, не знаю, сейчас еще где-то остался у групповых комнатных, детских садах. Раньше всю, большая часть материалов была изготовлена педагогами, да, непосредственно занятий. Проготовка к занятиям очень пропотливая и долгая работа. Говорили мы, что если раньше у нас был так называемый метод-кабинет, где можно было взять какие-то материалы для занятия, да, сейчас как бы вообще понятие, да, ушло и если еще где-то работают так вот по старинке, да, и эти материалы есть, используйте, это хорошо. Это та же литература методическая, которая... Продолжение следует...